Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Вышли из дома и не вернулись. Сотрудники МВД по Вабаюртовскому району и волонтеры два дня вели поиски пропавших детей. Суицид или убийство? На пустыре неподалеку от аэропорта Махачкалы полицейские обнаружили сгоревший автомобиль с телом мужчины в салоне. Продолжается выставка реликвии пророка Мухаммада Мирьему. Несколько дней она проходила в Магранкенском районе и теперь переехала в село Леваши. Очень рады. Не знаю, что сказать. Волнительно, конечно. Быстро все прошло. Еще раз хотели бы приехать. Шокирующие факты и официальные данные. В историческом парке «Россия. Моя история» стартовала экспозиция НАТО «Хроника жестокости». Основная суть нашей выставки – показать военно-техническую направленность блока Североатлантического альянса и именно лживую военную риторику НАТО, которая на протяжении всего XX века и в современный период проводит военно-технологические и военно-оккупационные операции на территории всего земного шара с целью утверждения своих идей и взглядов. Сотрудники МВД по Бабаюртовскому району и волонтеры два дня вели поиски пропавших детей. К сожалению, надежда, что малыши все еще живы, сегодня развеялась. Тело одного ребенка обнаружили в водоеме неподалеку от места пропажи во второй половине дня. По предварительной информации, одежда детей была найдена на берегу. Напомним, двое трехлетних ребят пропали из села Мазада 26 апреля около трех часов дня. На пустыре неподалеку от аэропорта Махачкалы полицейские обнаружили сгоревший автомобиль с телом мужчины в салоне. По предварительной информации, погибший был действующим сотрудником правоохранительных органов. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе суицид и убийство. Инвесторам в Дагестане представят льготные ставки для выкупа земельных участков. Соответствующие поручения правительству региона дал Сергей Меликов. Вопрос уже обсудили в ходе совещания под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова. При этом в Кабмине Дагестана подчеркивают, что такая форма поддержки будет оказана только тем инвесторам, которые добросовестно исполняют свои обязательства в рамках реализации инвестпроектов. Продолжается выставка реликвии пророка Мухаммада Мирьему. Несколько дней она проходила в Маграмкенском районе и теперь переехала в село Леваши. Настоль значимое для всех мусульман событие съезжаются с разных уголков республики. Реликвии пророка Мухаммада Мирьему и его сподвижников прибыли в Левашинский район. Они выехали прямо из Маграмкенского района, где с 22 по 26 апреля проходила выставка. Проводить благословенные осары в Джумамиче села Ярак Казмаляр пришли сотни людей. 25 раритетов. Каждую из них бережно положили в отдельную машину. Сопроводить волос пророка Мухаммада и другие святыни приехали также известные религиозные и общественные деятели. Хочу поблагодарить муфти республики Ахмада Джейфанди за такой подарок нашему народу, не только нашему народу Маграмкенского района, но и всему Южному Дагестану. Многие приходили, посещали, радовались, что привезли. Это для нас был очень большой праздник, что реликвия именно находилась в такое светлое время, в такой месяц Рамадан. И мы сейчас сегодня провожаем достойно, передаем нашей реликве надежные руки Левашинскому району, что Джамату. Мы с радостью, с нетерпением ждем. С прошлого года эти реликвии мы неоднократно обращались сами тоже. Это мероприятие будет способствовать укреплению имана всех мусульман. Время в пути заняло около трех часов. По дороге автоколонну встречали жители практически каждого населенного пункта. В самом селе Леваши реликвию встретила группа всадников. Живой коридор людей сопроводил благословенные вещи Даджума мечети. Все готово к мероприятию. Уже сегодня выставка примет первых посетителей. Выставка священных раритетов продлится до 29 апреля включительно. Село Леваши на ближайшие два дня стал центром притяжения мусульман республики. Здесь личные вещи и предметы быта пророка и его сподвижников. Всего 25 экспонатов. Среди них чаша, из которой пил посланник. У главного экспоната выставки частицу посланника – его волоса. У многих проступают слезы. Был очень хорошо. Как будет? Что еще? Меня много не знает. Сколько раз я переехал, ехали, не скучал. Очень хорошо. Очень рады. Не знаю, что сказать. Волнительно, конечно. Быстро все прошло. Еще раз хотели бы приехать. А издалека приехали? Нет, мы с Куйнахской. Чтобы организовать столь масштабное и продолжительное мероприятие, нужно приложить очень много сил. В среднем за день посмотреть реликвии приходит около 10 тысяч человек. Всех нужно организованно встретить, разместить на местах ожидания, провести через выставку и в конце проводить. В организации мероприятия единовременно помогают свыше 200 волонтеров. Все, можно сказать, по плану, на высшем уровне. Местные ребята постарались очень хорошо. Местный оргкомитет. Работали почти, можно сказать, 10 дней, подготавливались. Сейчас все идет на высшем уровне. Пока все без происшествий. Также в организации данного мероприятия большую помощь оказывает администрация. Сам глава района здесь приходил, контролировал. МВД помогает. Помогает медицинская служба. Подготовил для нас автомобиль, врачей, если кому-то станет плохо. Помощь, как сказать, со всех сторон. Выставка продлится до 29 апреля. В это время любой желающий может приехать в Левашинский район. Здесь его встретят, покажут, а во время ифтары и накормят. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, селение Леваши. Вопросы языковой политики, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, взаимодействия с институтами гражданского общества и координация представительств региона в субъектах России. Эти и другие темы обсудили участники заседания в Доме дружбы, где Миннаст Дагестана подводил итоги работы ведомства за 2021 год. Заместитель председателя правительства республики Рамазан Джафаров в целом положительно оценил работу ведомства. Все мероприятия, которые проводились и были запланированы в ДНК в прошлом году, они все выполнены. В результате были планы, проверки по организации, все программы, которые они реализовывают и в которых участвуют. Они тоже, как раз, явно нарушения там не видели. За что я хочу поблагодарить лично Эль Пасимовича, его заместители и его коллектив. Деятельность Министерства национальной политики и делам религии республики в 2021 году строилась с учетом изменений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции. На текущий год мы получили финансирование в тех же объемах, что и в прошлых годах, в отличие от других субъектов, некоторых других субъектов Российской Федерации. Останавливаться на количестве мероприятий не буду, потому что проведено очень много мероприятий в октябре на наиболее таких значений. В прошлом году уже старше традиционно проведена вахта героев в республике Дагестан. Количество охвата составило более 3000 человек. В очень хорошем уровне проходит у нас в республике и по ассоциации героев России лучше не проходит ни в одном субъекте Российской Федерации. Дагестан присоединился к всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Судебные приставы организовали работу пункта, где жители республики могли ознакомиться с суммой своей задолженности и в способах ее погашения. Мероприятие актуально для тех, кто в канун праздников намерен выехать за рубеж. При наличии долгов на сумму 10 тысяч рублей и выше выезд из России ограничен. Акция прошла в юридической клинике на базе Северокавказского филиала правовой академии. Данное мероприятие было направлено прежде всего на информирование граждан о нашем сервисе банк данных исполнительных производств, зайдя на который можно узнавать о своих задолженностях, погашать свои задолженности, в том числе о мобильном приложении. Сейчас основные вопросы это сохранение прожиточного минимума. Этим гражданам мы рассказываем, каким образом обращаться в службу судебного пристава, как писать заявление. У нас на информационных стендах установлены образцы этих заявлений, как обратиться к судебному приставу-исполнителю о сохранении прожиточного минимума. НАТО «Хроника жестокости». Мультиформатная экспозиция под таким названием стартовала в историческом парке «Россия. Моя история». Дагестан стал 23-м регионом проведения выставки, состоящей из архивных фото, видеокадров, документов и официальных данных. Подробнее о событии расскажет Лариана Шамхалаева. 73 года исполняется в этом году НАТО. Эта организация – один из инструментов попытки сдерживания нашей страны, считают специалисты Музея современной истории и Ассоциации исторических парков. Именно поэтому зародилась идея провести тематическую выставку. Министр образования и науки Ехья Бучаев, открывая мероприятие, отметил, что рад тому, что и махачкалинцы смогут ознакомиться с шокирующими и отвезляющими фактами истории военного блока, созданного в свое время для прямого противостояния СССР и его союзникам, а теперь и России. Прошло 77 лет со дня Великой Победы, которую мы вместе с вами будем праздновать 9 мая. Все эти 77 лет вот эта прогнившая западная прослойка не оставляла в покое нашу страну, втягивая в различного рода локальные и глобальные конфликты, не давала развиваться нам, не давала стать сильными, навязывала нам свои ценности, свои приоритеты, свою политику, опять же, прикрывая все ложью, фальшью, фальшью. Среди разделов экспозиции есть архивные свидетельства присутствия Альянса на территории Ирана, Афганистана, Югославии, Сирии, Вьетнама и других стран. Подробности можно было услышать здесь же от гида. Основная суть нашей выставки – показать военно-техническую направленность блока Североатлантического Альянса, именно лживую военную риторику НАТО, которая на протяжении всего 20 века и в современный период проводит военно-технологические и военно-оккупационные операции на территории всего земного шара с целью утверждения своих идей и взглядов. Сзади меня картина, которая демонстрирует основной результат этих военных операций. В первую очередь это жертвы среди мирного населения, уничтоженная инфраструктура и города. Преподаватели, пришедшие на выставку вместе со школьниками, старались почерпнуть больше текстовой информации, чтобы потом дополнительно провести занятия со своими учениками. Соединенные Штаты, Североатлантический Альянс всячески пытаются противодействовать этому и, можно сказать, прибрать к своим рукам государства, такие как Украина. После этого, соответственно, продвинуться на Азербайджан, скажем так, Грузию, Армению, Белоруссию, ну и, конечно, сковать полностью Российскую Федерацию. Соединенные Штаты являются основным агрессором Североатлантического Альянса, это не секрет. На сегодняшний день мы видим, знаем, сколько государств подверглись нападению в рамках якобы борьбы с терроризмом со стороны Североатлантического Альянса, именно Соединенных Штатов. Наши дети сегодня, вот я как преподаватель ОБЖ был, преподаватель допризывной подготовки, тоже такой объем информации, как сегодня, я не смог бы в любом случае дать. Вот те фотографии, которые мы увидим сегодня на данной выставке, они показывают истинное лицо. Ну вот данная экспозиция, само мероприятие, оно хорошее, оно показало НАТО не с хорошей стороны, они показались агрессорами, вели многие войны. Вот даже данная фотография показывает то, что среди руин, среди разрухи, девочка пытается создать какую-то жизнь, развлечение и, ну, впечатление хорошее, но все равно эмоции остались немножко плохие, немножко грустные. Выставка открыта для посетителей до июня на бесплатной основе. Ларьяна Шамхалаева, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ Махачкала. Мусат Аймазов показал лучший результат на всероссийских соревнованиях по длинным метаниям. Турнир среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завершился в Сочи. Дагестанский легкоатлет занял первое место в метании булавы в классе F51. Его результат 35-17 метров. Напомним, что в прошлом году Аймазов побил мировой рекорд и выиграл Паралимпийские игры в Токио. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!